Русский вариант вновь в призерах. На международном конкурсе «Уральский звездопад» образцовый танцевальный коллектив получил 5 наград в 5 номинациях. Жюри отметила хорошую подготовку команды. Замечательные у нас результаты. Все наши постановки стали лауреатами. Кто-то стал лауреатом третьей степени, кто-то второй степени и два лауреата у нас первой степени. Даже не видели своих конкурентов, потому что подряд выступали наши номера, показывали. Потом ходили на обсуждения с членами жюри. Очень компетентные жюри, очень нам понравилось с ними общаться. Много сказали нам плюсов, минусов. Для этого обсуждения существует, чтобы какие-то свои ошибки узнать, чтобы в следующий раз их не допускать. Очень понравились наши номера, такие как «Собака такс». Жюри были в восторге, как вы такое вообще придумали. На конкурс в Челябинск коллектив выезжал большим составом и представлял 10 постановок. Поэтому номера русского варианта шли подряд. Но это не помешало танцорам показать высокий результат. В общем, было хорошо. Но только номера почему-то шли друг за другом. Из-за этого мы очень сильно нервничали. На конкурсе достаточно много конкурентов, именно сильных номеров. И от каждого берем что-то для себя. Но в основном мы стараемся на свой результат лучше сделать, лучше всех и всегда добиться только первых мест. В русском варианте занимаются практически одни девочки. Но молодого танцора Николая это совсем не смущает. Напротив, парень охотно выступает в женском коллективе, выделяется. Вот и на прошедшем конкурсе Коля был задействован почти во всех постановках. Какой-то стимул мне дает. То, что я один мальчик, меня ставят во все номера практически. Наоборот, как мне. Плюс идет. Этот конкурс для меня стал один из самых запоминающихся. Одна из первых причин то, что у нас номера стояли практически подряд и вовсе не было времени переодеваться. Просто выпрыгивал из одного костюма в другой. «Живи ярко, тюрнистый путь» — это одни из самых моих любимых танцев. Потому что «Живи ярко» — это такой яркий, красочный танец, который передает настроение всего нашего коллектива. «Тюрнистый путь» — это номер достаточно серьезный. Он мне тоже очень нравится, потому что можно показать свои актерские данные и талант хореографический. Следующий конкурс, в котором примет участие коллектив, — это городской фестиваль патриотического творчества «Красная гвоздика». Он пройдет в Копейске 10 февраля. «Красная гвоздика»